Контейнерная площадка во дворе дома номер 7 по улице Комарова в самом центре города. Вокруг плотная жилая застройка множества торговых точек. Именно сюда выехала рабочая группа администрации городского округа, чтобы посмотреть на условия содержания площадки для складирования бытового мусора. С недавних пор в рабочую группу входят активные члены Совета ветеранов и молодой гвардии Единой России. Такая площадка меня устраивает. По сравнению с предыдущими нашими поездками, это более чем приемлемо. Чистота, раздельный сбор мусора и порядок, чтобы сюда можно было зайти и выбросить. С оценкой молодых людей солидарна ветеранам. Нина Ивановна ежедневно ходит этим маршрутом. Я в 8 часов была здесь. Было так же, да? Вот здесь были пустые баки. Сейчас в баке немножко... Я считаю, что вот здесь, вот эта площадка, она содержится в очень нормальном состоянии. Рабочая группа обратила внимание, что в контейнер для крупногабаритного мусора щелковцы упорно складывают органические отходы. Хотя предназначенный для этого бак находится в пяти метрах от него под навесом. Нежелание жителей идти в ногу со временем препятствует нормальной сортировке мусора и переполнению контейнеров. Самая большая, огромная проблема у нас, то, что наши граждане все-таки не соблюдают раздельный мусор. Это закон Московской области, принятый в январе 2019 года о раздельном мусоре. Большие бункеры на контейнерных площадках предназначены для крупногабаритного мусора. Особенно здесь граждане не соблюдаются. Кидают полностью в бункер, соответственно, он захламляется. Тем самым люди, которые хотят выкинуть уже КГО, крупногабаритный мусор, места не хватает. Совсем другую картину мы увидели по адресу улицы Пионерская, дом 8. Вот эта контейнерная площадка, конечно же, находится в неудовлетворительном состоянии. Начиная с ограждения, заканчивая вот мусором, который, в общем-то, здесь был убран, но недостаточно качественно. Каждое утро сотрудники управляющих компаний ДСЖКУ должны контролировать, как обстоят дела на этой контейнерной площадке. Ну, видимо, руки не совсем доходят до дела. Почему-то очень грязно всегда здесь было, постоянно. Хотя вот есть другие помойки, и там сразу всегда мусор убирается вовремя, заметается. Если организация больше бы уделяла внимания, то бы, честно говоря, и жители подтянулись бы. Рабочая группа, конечно, сделает управляющей компанией замечания. При повторном нарушении отдел по обращению с ТКО составит акт и передаст его в Госадомтехнадзор. По вторникам на штабе под руководством первого заместителя главы администрации Сергея Горячева с участием регионального оператора и управляющего компанией обсуждаются проблемные адреса. Под пристальным вниманием власти и общественности коммунальные службы меняют отношения к работе. Михаил Налётов, Сергей Максимов, Щёлковское телевидение.